В прямом эфире программа Вести Хакасия в студии Татьяна Тонцова. Здравствуйте! И в этом выпуске вы увидите. Из пострадавшего в виновнике. Женщина, сбившая ребенка, требует восстановить ее машину. Выборы в Абакане. За кресло градоначальника намерены бороться 7 человек. Ночные старания энергетиков. Пока все спят, специалисты устанавливают оборудование, защищающее от грома и молний. У жителей республики появится возможность покупать продукцию местных фермеров дешевле. Это одна из главных целей проекта, предложенного властями Хакасии. Сократить расстояние между производителем и покупателем призван сельхозрынок. Его строительство уже ведется. Однако глава региона Виктор Зимин попросил ускорить темпы. Он провел на объекте выездное заседание правительства. О его результатах наш следующий материал. Первый сельхозрынок строится в Абакане практически в центре, на улице Тельмана. Это аналог сельхозярмарок, только рынок будет работать каждый день. Сегодня власти обсудили и сам проект здания, и то, как будет организована торговля. В первую очередь цена. Здесь она будет ниже магазина на 15-20%. И торговать будут не только фермеры. Сегодня Виктор Зимин порекомендовал внести изменения в проект. Часть торговых мест оставят в резерв, чтобы жители сел, которые держат хозяйство, тоже могли встать на рынки. И с тремя литрами, чтобы не было возможно было приехать и продать. Все вещи только нужно взять. Только сельхозпродукцией рынок не ограничится. Здесь будут продаваться все социальные товары, например, сахар. Всего в списке 25 позиций. То, что в Хакасии не производят, тоже будет дешевле. Отдельные скидки предусмотрены и для незащищенных групп населения. Пенсионеры, ветераны войны, труда, другие категории льготников. Здесь будут получать все продукты. Плюс еще будет цена более дешевая. Не понесут убытки и фермеры. Главный плюс для них рекордно низкая арендная оплата. Сейчас из сотни мест торговать на 60 уже есть желающие. Однако правительство понимает и все связанные с рынком трудности. Это и борьба с перекупщиками, и единые для всех правила торговли. Особенно в плане ценовой политики. Помните, я никогда эту историю не забуду с гречками. Виктор Зимин порекомендовал Минрегиону изучить, общероссийский опыт, а также поторопиться, чтобы уже осенью жители хакасских сел смогли продавать на новом рынке мясо. Кстати, подобный сельхозрынок появится и в Черногорске. С учетом абаканского опыта его проект составят осенью. На должность главы Абакана претендуют 7 человек. Накануне в территориальной избирательной комиссии завершился прием документов от кандидатов. Только двое из заявителей являются жителями Абакана. Это действующий глава города Николай Булакин, представивший документы в порядке самовыдвижения, и Александр Семенов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Также за кресло градоначальника изъявили желание побороться жители Устебаканского района. Валерий Старостин, он представляет партию ЛДПР, и Дамир Комендияров от российской экологической партии «Зеленые». Еще один кандидат-самовыдвиженец, индивидуальный предприниматель из Саиногорска Игорь Рейщель. Красноярец Александр Подященко был выдвинут Хакасским республиканским отделением политической партии «Коммунисты России». И подавший документы в последний день работник аппарата Верховного совета Хакасии Сергей Ирбягин представляет российскую партию садоводов, проживает в Минусинске. И сегодня же стало известно точное число кандидатов в депутаты Горсовета Абакана 5-го созыва. Всего по 14 одномандатным избирательным округам документы подали 99 человек. Большинство выдвинуто отделениями политических партий. Только 9 самовыдвиженцы. Из депутатского корпуса 4-го созыва продолжить работу в законодательном органе городской власти изъявили желание 10 человек. Пострадавшего ребенка из жертвы сделали виновником аварии. ДТП в Саиногорске стало поводом для судебных разбирательств. В конце июня во дворе одного из жилых домов «Жигули» столкнулись с велосипедом, которым управлял 7-летний мальчик. Родители искалеченного малыша не услышали даже извинений. Кроме того, сегодня от них требуют восстановить помятый автомобиль. В ситуации разбиралась Ольга Стельмах. Свой велосипед Саша Кирсанов сегодня хранит в гараже. Вряд ли он понадобится мальчику в ближайший год. Не позволит здоровья. На нем он столкнулся с автомобилем прямо во дворе собственного дома. Я ехал тут, заметил машину, и потом я ничего не помню. Очнулся я только в скорой. За рулем «Жигулей» 99-й модели сидела молодая женщина. По ее объяснениям, она увидела ребенка и даже пыталась затормозить, но столкновение сбежать не удалось. В результате у мальчика ушибы, сотрясение головного мозга, большая гематома на голове, следы от которой до сих пор остались видны. И две недели под наблюдением врачей. Впрочем, административное дело возбуждать не стали. Самопроизвольная была накатана дорожка. Тем более под уклон, дворовая территория, сбоку росло дерево. И несовершеннолетний выехал на велосипеде. И мимо приезжала автомашина, и он передним колесом ударился в машину. Родители Саши Кирсанова отчасти свою вину признают, не усмотрели, но с вердиктом дорожной инспекции не согласны. Ребенок сам нарушил правила дорожного движения, чем въехал в автомобиль и от этого же и пострадал. Такое ощущение, как будто он въехал в стоящий автомобиль, сам пострадал и сам же виноват. Но это не так. Разрешенный максимум в жилой зоне – 20 км в час. Двигались ли «Жигули» с такой или меньшей скоростью, родители сомневаются и не спешат назвать своего ребенка виновником аварии. Женщина, сидевшая за рулем Лады, так и не навестила пострадавшего мальчика, хотя с его семьей связалась буквально на второй день с требованием возместить ущерб от помятого автомобиля. Ребенок лежит в больнице, а вы, пожалуйста, мне восстановите автомобиль. Ну, извините, вы хоть прощение попросите, вы сбили ребенка моего, и он получил травму. Семья Кирсановых сегодня обратилась за помощью к юристу и намерена добиваться тщательной проверки по аварии. Впереди выводы экспертов и долгие судебные разбирательства. Между тем, уже осенью Саша должен идти в первый класс. Однако пока мысли далеко не о школе. Впереди – обследование у республиканских врачей. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Сегодня на одной из центральных улиц Абакана тоже произошла авария. «Жигули» 6-й модели перевернулись на пешеходном переходе. ДТП случилось на улице Пушкина в районе автовокзала рядом с автобусной остановкой. Здесь всегда интенсивное движение, много общественного транспорта и, соответственно, пешеходов. До момента столкновения ВАЗ-2106 двигался из центра в сторону Юбилейного. Со двора на улицу Пушкина выезжало такси. Водитель Калины не увидел или проигнорировал знак, запрещающий поворот налево и столкнулся с шестеркой. Удар пришелся на пассажирскую сторону. Машина перевернулась на крышу и прокатилась несколько метров, в том числе через пешеходный переход. К счастью, в тот момент на нем не было людей. Я ехал по своей полосе, не нарушая. Смотрю, выезжает таксист. Не успел среагировать, он мне ударил вбок. И все, перевернулся. Не пострадали? Нет. Сами выбрались? Да. По словам водителя, перевернутый автомобиль ему не принадлежит. Родственники из деревни доверили ему авто, дали денег и попросили отремонтировать машину. Ремонт был завершен накануне. В частности, была заменена дверь, на которую пришелся основной удар. В результате ДТП двигатель не пострадал, а вот кузов автомобиля придется восстанавливать практически полностью. Нападение в центре Абакана. Среди бела дня девушку пытался изнасиловать сосед по съемной квартире. Она теряет сознание, падает. По непроверенным данным, в доме по улице Советская эта девушка и двое молодых людей несколько часов назад на сутки арендовали квартиру. Все были нетрезвые, так как возвращались с поминок. Однако, как рассказывает пострадавшая, она не ожидала, что ее попытаются изнасиловать, поскольку хорошо знала своего обидчика. Выбежать из квартиры в подъезд ей удалось случайно. На втором этаже мужчина догнал беглянку и напал на нее с ножом. Помешал нападавшему председатель садоводческого общества, офис которого находится в том же доме. Он услышал крики и пришел на помощь. Нападавший сбежал, девушки вызвали неотложку. Чувствовала она себя, как я понял, плохо, видать, ее перед этим стукнули или что. Потому что она стояла и теряла сознание, прямо падала на пол. Раза два это было. На лице у нее был порез, но я точно не могу сказать порез или подрана, но шрам глубокий. Скорее всего, это ножом, наверное. Ну и царапины, все руки скорябаны были. Все, как ее тащили, видать, хватали в синяках. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Сотрудники полиции ведут поиск подозреваемого. Сотрудник Хакасского госуниверситета подозревается в получении взятки от студентов. В поле зрения следователей попал 33-летний доцент кафедры внутренних незаразных болезней факультета ветеринарной медицины сельскохозяйственного института ХГУ. По версии следствия, в июне этого года, во время приема экзамена, преподаватель неудовлетворительно оценил знания двух студенток и потребовала от девушек за положительную сдачу вознаграждение в виде шуруповерта стоимостью чуть более 5000 рублей. Через несколько дней, находясь в кабинете, подозреваемый получил от студентов в качестве взятки шуруповерт и выставил им в зачетной книжке удовлетворительные оценки без фактической проверки знаний. Преступные действия подозреваемого были пресечены в момент получения взятки. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Добавим, что наказание за данное преступление – от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки. ХКСНРГ временно переходит на ночной режим работы в Абакане. Пока весь город спит, на опорах ЛЭП энергетики монтируют систему громоотвода. Без нее огромные скачки напряжения в сети, возникающие во время грозы, выводят из строя бытовую технику. Все подробности у Алексея Гончаренко. На работу энергетики выходят ровно в полночь. В это время транспортный поток на городских магистральных улицах сходит почти на нет, и дороги на нужных участках можно перекрыть без особых проблем, почти не доставляя горожанам неудобств. В этом есть необходимость, когда приходится от одной опоры до другой протягивать довольно длинный трос. Этот провод энергетики называют «грозотрос». Грозотрос. Он поднимается на самую вершину высоковольтной опоры ЛЭП и выполняет роль молнии отвода. Во время грозы на линии может возникнуть перенапряжение, но резкий скачок в сети не должен дойти до потребителя. Грозотрос служит от защиты от атмосферных перенапряжений, чтобы перенапряжение не доходило до потребителя. А если перенапряжение дойдет до потребителя, то это чем чревато? Ну, чревато потерей бытовой техники, перегоревшие телевизоры, микроволновки, стиральные машинки. В этот раз пришлось закрыть перекресток улиц Крылова и Вяткина в районе арбитражного суда. Здесь узловая подстанция и большое количество электроапортов. Грозотрос, установленный ранее, отработал нормативный срок почти 20 лет. Согласно статистике, он гасит практически все разряды молнии. Это касается всех линий этого класса напряжения. То есть у нас комплексная программа и затрагивает она не только город Абакан, но и те системные линии, которые у нас по всех Акасе. Порядка 80% грозовых разрядов, я считаю, гасит именно грозотрос, берет на себя грозотрос. Примерно в грозовой сезон порядка 20 случаев попадания прямой молнии в наши линии. Эти работы в Абакане энергетики спланировали так, чтобы горожане даже и не ощутили никаких неудобств. Центр города запитали по резервной схеме. От подстанции до подстанции 2,5 километра. И еще неделя работы в ночную смену. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Мы продолжаем следить за ходом реализации в республике программы по развитию малых сел. Сегодня делегация Министерства регионального развития Хакасии побывала в подшефном населенном пункте. Напомним, программу создали, чтобы улучшить жизнь в небольших поселениях, где нет элементарных условий. Ни ФАПа, ни школы, ни почтового отделения. Нет даже ни одного магазина. Борозда Багратского района как раз из числа таких. 80 жителей, основная часть пенсионеры. Сегодня это село курирует Минрегион развития. Перемены здесь уже почувствовали. Чиновники помогли очистить деревню от мусора, вывезли порядка ста камазов, поменяли систему водоснабжения, в три раза увеличив количество колонок. Закупили для местных жителей строительный материал и краску для ремонта заборов. Сегодня идет асфальтирование главной улицы. На этом помощь не закончится. Глава Министерства Сергей Новиков пообещал отремонтировать клуб и проработать вопрос занятости населения. К примеру, организовать в селе сельхозпредприятие. Тем более, что вся инфраструктура есть, осталась от разорившихся хозяйств. Кроме того, чтобы лучше узнать сельские проблемы, чиновники готовы приезжать в Борозду каждые выходные, жить и помогать местным жителям по хозяйству. Кормить скот и доить коров, а осенью закупать овощи и мясо. Вообще, эта деревня целинных времен, где-то 1953-1954 год, когда у нас сначала было образование целины, в честь целины и назвали ее Борозда. Вообще, была перспективная, это хорошая идея, как говорится. То, что правительство пошло навстречу деревням, это надо. Деревня была, она и будет деревней. Люди жили, кто-то любит деревню, кто-то. Ну, соответственно, кто-то жил, родился здесь в деревне, они останутся в деревне. Уже этой осенью в Саиногорске появится городской сквер. Он будет построен на месте, где совсем недавно располагался центральный рынок. Его перенесли, а территория пустовала. Весной пустырь расчистили, выровняли и подготовили к строительству. Сегодня городские власти заканчивают вынос системы водоснабжения, которая ранее проходила прямо под будущим сквером. В другой части площадки, где земельные работы не проводились, устанавливают бордюры. Через несколько недель здесь появится брусчатка. Законченный вид городской сквер приобретет уже к началу октября. На территории установят малые архитектурные сооружения и детскую площадку, а также спроектируют технические узелы для фонтана. Саиногорцы с нетерпением ждут открытия единственного в городе места отдыха. Смотрите, детей сколько. Смотрите, мам, сколько ходите таких. И это нужно, как воздух. Эти бедные мамы там лавочки, лавочки, лавочки поделали на этой дорожке. И они вот с этими колясочками на этих лавочках на солнце. Еще один хакасский спортсмен показал лучший результат на соревнованиях высокого уровня. Андриан Карамчаков выиграл Кубок России по спортингу. Для Хакассии это первое достижение такого значения. Это прорыв для стендовой стрельбы. По результату Андриан Карамчаков обошел более 30 спортсменов. Всех, которые были в той же группе. Однако подтвердить норматив кандидата в мастера спорта ему не удалось. Не хватило очков. Программа полета в мишени была настолько сложна, что только один участник из 150 смог подтвердить звание. Впереди у спортсмена из Хакассии Кубок России по спортинг-компакту. Он пройдет 20 июля в Нижнем Тагиле. И это было последнее сообщение выпуска. Напомним, программа «Вести Хакассия» также выходит в эфир на канале «Россия-24» ежедневно в 13 и в 19 часов. Всего доброго и до встречи завтра. Пока! Пока!